Диоксид серы Диоксид серы Диоксид серы Диоксид серы Диоксид серы Хорошо. Сжигание перита. Смотрим. Феррум С2. При сжигании образуется оксид железа 3 и СО2. При сжигании же сульфида цинка у нас получается оксид цинка и СО2. Хорошо, ребята, эти реакции также записали, а мы продолжим. Физические свойства. Диоксид серы или сернистый газ, бесцветный газ с резким удушливым запахом. При 20 градусах в 1 литре воды растворяется 40 литров СО2. Дорогие ребята, это практически при комнатной температуре. Его водный раствор называется сернистой кислотой. Продолжим. Химические свойства. Диоксид серы является ангидридом сернистой кислоты. При взаимодействии с водой, как мы с вами видим, образуется H2SO3. Хорошо. При взаимодействии с оксидом кальция будет образовываться кальций СО3. Сульфид кальция. Хорошо. И при взаимодействии с натрием OH образуется гидросульфид натрием. Дорогие ребята, из данных реакций мы с вами видим, что это является кислотным оксидом, может взаимодействовать с водой, с основным оксидом и с основаниями. Хорошо. Продолжим. Диоксид серы может выступать и как восстановитель, и как окислитель. Хорошо. Смотрим на реакцию А. В реакции А, как мы с вами видим, сера в СО2, то есть в диоксиде сере, сама сера имеет степень окисления плюс 4. При образовании СО3 переходит в степень окисления плюс 6, то есть здесь является восстановителем, отдает свои электроны. Хорошо. Из данной реакции В мы видим, что диоксид серы, наоборот, принимая электроны, переходит в нулевую степень окисления. Здесь он является окислителем. Хорошо. Эти реакции также указали у себя, а мы продолжим. Здесь мы с вами можем увидеть пространственное строение данных формул. Смотрим. СО2. Обратили внимание на угол, а это у нас структурная формула сернистой кислоты. СО3. Записали это у себя, и мы продолжим. Сернистая кислота. Сернистая кислота. Слабая двухосновная кислота. В воде диссоциирует в две стадии и образует как средние, так и кислые соли. Средние это сульфиты, а кислые соли это гидросульфиты. Смотрим на реакцию. При взаимодействии двух моль натрий OH и одного моля H2SO3, то есть сернистой кислоты, образуется сульфид натрия. Средняя соль. Ну и вода, конечно же. Смотрим следующую реакцию. При взаимодействии одного моль натрий OH с одним молем H2SO3, то есть сернистой кислотой, образуется гидросульфит натрия и вода. Это является у нас кислой солью. Хорошо, ребята, данные реакции указали у себя, а мы продолжим. Применение диоксида серы. Диоксид серы применяется для обесцвечивания шелка, шерсти, соломы, красителей, а также для уничтожения микроорганизмов, овощехранилищ и при консервировании фруктов, соков, ягод. Основная его часть идет на производство серной кислоты. Рассмотрим триоксид серы. Смотрим, ребята. Получение. В лаборатории триоксид серы можно получить термическим разложением дисульфата калия и сульфатов алюминия или железа 3. Рассмотрели данные реакции. Калий-2, С2О7 при разложении образует сульфат калия и триоксид серы. При разложении же сульфата железа 3 образуется оксид железа 3 и триоксид серы. Дальше смотрим, ребята. В промышленности триоксид серы получают окислением диоксида серы кислородом воздуха в присутствии катализатора в анаде-2О5 или НО. Записали данную реакцию. СО2 плюс О2. Обратили внимание на катализатор. Образуется триоксид серы. Хорошо. Продолжим с физическими свойствами. Триоксид серы бесцветная жидкость. Хорошо растворяется в воде и серной кислоте. Триоксид серы сильно поглощает водяные пары из воздуха, поэтому его хранят в плотно закрытой стеклянной посуде. Продолжим, ребята, с химическими свойствами. Триоксид серы является ангидридом серной кислоты. Обратили внимание на реакции. Триоксид серы при взаимодействии с водой образует серную кислоту. При взаимодействии с основным оксидом кальция О образует сульфат кальция. При взаимодействии со щелочью, обратили внимание, здесь у нас натрий ОГАЖ, образует сульфат натрия и воду. Хорошо, ребята, эти реакции, надеюсь, вы записали, а мы продолжим. В триоксиде серы степень окисления серы плюс 6, поэтому она проявляет сильные окислительные свойства. Рассмотрели реакции? СО3 при взаимодействии с фосфором образует оксид фосфора 5 и диоксид серы, СО2. Хорошо, ребята. Надеюсь, данную реакцию вы также записали, обратили внимание на коэффициенты, а мы продолжим. Триоксид серы проявляет также и дегидратирующие свойства. Смотрим на реакцию сахар, С12, H22, O11. При прибавлении энного количества триоксида серы, обратите внимание, триоксид серы будет присоединять воду и образуется чистый углерод. Хорошо, ребята. Продолжаем. При сильном нагревании триоксид серы обратимо разлагается. Обратили внимание, триоксид серы при 600 градусах по Цельсию разлагается на диоксид серы и кислород. И эта реакция обратимая. Также записали ее у себя. И я надеюсь, что все вышесказанное вам ясно. Все реакции и основные моменты у вас записаны. А теперь попрошу, пожалуйста, закрепить изученное на странице 83. Дорогие ребята, в связи с пандемией обязательно придерживайтесь основных правил. Не болейте. До следующего урока. Здравствуйте, дорогие ребята. Сегодня мы с вами познакомимся с такой темой, как индивидуальное развитие организмов. Итак, что же означает слово индивидуальное развитие организмов? Вы знаете, что растения, животные, такие животные, как птицы, насекомые, млекопитающие, все они развиваются, каждый по-своему. Но во всем этом есть нечто общее. Когда мы подразумеваем слова индивидуальное развитие организмов, мы говорим о таком процессе, который называется онтогенез. Слово онтогенез происходит от греческих слов онтус – сущий и генезис – зарождение. У организмов, которые размножаются половым путем, индивидуальное развитие всегда начинается с зиготы. И это касается всех организмов. Например, индивидуальное развитие размножающегося семенами растения начинается с зиготы, индивидуальное развитие млекопитающих, птиц, и в том числе естественного человека, также начинается с зиготы. Что же происходит, когда развивается организм? В периоды онтогенеза разделены на два таких этапа, два периода, правильно сказать. Это эмбриональный и постэмбриональный. Эмбриональное развитие может проходить либо в яйцевых оболочках, либо в материнском организме. Постэмбриональное развитие начинается уже после того, как покидает организм либо яйцевые оболочки, либо рождается. Итак, давайте посмотрим. Эмбриональный период. Во время эмбрионального периода происходит следующее. Как мы уже сказали, в любой эмбриональный период всегда начинается с зиготы. А зигота – это та клетка, которая образуется в результате оплодотворения. Здесь происходит изначально дробление этой зиготы, разделение уже на множество клеточек. Эти клеточки получили название бластомеры. Через некоторое время из этих бластомеров формируется сначала однослойный зародыш, а затем образуется множество зародышевых слоев. Их будет три зародышевых слоя, из которых в дальнейшем начнут формироваться органы следующего организма, то есть организма, который будет либо, как мы уже сказали, находиться в яйце, либо в организме матери. Итак, постэмбриональный период, как мы уже сказали, начинается с рождения или выхода из яйцевых оболочек. И вот в постэмбриональном периоде развития всегда есть стадии формирования роста, зрелости и старости. Ребята, когда мы с вами говорим о этих процессах, эмбриональный и постэмбриональный период, мы, конечно, больше всего касаемся животных. Но если мы будем разбирать периоды развития растений, у них также есть период, когда бывает еще зародышем растения. Мы с вами прекрасно знаем, что в семени растений бывает зародыш, состоящий из корешка, стебелька и почечки, если мы с вами говорим о семенных растениях и так далее. Например, если мы говорим о папоротниках, то тоже из яготы образуется взрослый организм. У водорослей из яготы образуются, например, у водорослей, у лотрикса образуются споры, а затем формирование последующего организма. К чему я это говорю, ребята? Не всегда из яготы сразу происходит образование организма. У водорослей происходит сначала образование спор, а затем уже организма. Итак, если мы с вами говорим о животных, то есть формирование и рост. Затем зрелость. Чаще всего здесь имеется в виду как раз половая зрелость, то есть этот организм готов уже дать последующее поколение. Итак, какие же типы развития животных мы можем наблюдать в постэмбриональном развитии? Мы называем прямое развитие и непрямое. Что это значит? При прямом развитии из яйца или при рождении появляется организм, похожий на взрослую особь. Это мы можем наблюдать с вами у присмыкающихся, у птиц и у млекопитающих. Ну, например, у присмыкающихся и птиц в яйце достаточно большое количество желтка, с помощью которого питается данный зародыш, и он уже готов. Он фактически в результате питания полностью сформирован. И затем, когда он покидает эти яйцевые оболочки, он уже просто растет и формируется, зреет, будем говорить так, начинает меняться, скажем, у птиц изменяется пушок цыпленка на настоящие перья, у присмыкающихся многих формируется нормально их чешуйчатый покров и так далее. Если мы говорим о млекопитающих, таких млекопитающих, как плацентарные, то мы знаем, что питание здесь происходит за счет организма матери, благодаря плаценте, которая является таким посредником между материнским организмом и зародышем. Вот если вы посмотрите, здесь изображено как раз формирование маленького слоненка и собачки. То есть полностью, когда рождается слоненок, он может просто встать на ножки, и уже этот организм сформированный. У собачки, например, происходит несколько по-другому. Рождается щенок еще слепым, но очень и очень быстро превращается во взрослый организм. При непрямом развитии у животных имеется стадия личинки. Личинка, которая вылупляется непосредственно из яйца, она бывает не похожа на взрослую особь. Яйцеклетки хотят, например, если рассмотрим яйцеклетку насекомых, таких как бабочка или яйцеклетку лягушки, там достаточно бывает желтка только для того, чтобы сформировалась личинка. А уже далее личинка сама начинает питаться, постепенно набирает необходимую массу для преобразований, и затем происходит их преобразование. Итак, ребята, для каких же организмов это характерно? Это характерно для насекомых, земноводных, и, например, для таких кишечно-полосных, как сцифоидные медузы. Есть, конечно, еще и другие организмы. Итак, давайте посмотрим, каким же образом происходит развитие лягушки. Вспомним вернее. Мы знаем, что лягушка откладывает икринку, затем икринка оплодотворяется, и в результате в икринке начинает развиваться зародыш. Но, выходя из икринки, личинка абсолютно не похожа на взрослый особь. Есть целый ряд различий. Давайте вспомним, какие же это различия. Ну, во-первых, обтекаемая форма, не похожая на форму самой взрослой лягушки. Наличие хвоста. Жаберное дыхание. Лягушка, мы знаем, дышит легкими и кожей. Кровообращение всего лишь один круг, а у лягушки уже появляются два круга кровообращения. Большой и малый легочный. Двухкамерное сердце, состоящее из одного предсердия и одного желудочка. У лягушки имеется два предсердия и один желудочек. Имеется боковая линия, особый орган чувств, характерный для рыб. И имеется хвост. Через некоторое время у лягушки, как у бесхвостых земноводных, начинают формироваться задние конечности. У хвостатых земноводных будут формироваться передние конечности. Потихонечку исчезает хвост. Заменяется полностью ее органы дыхания. Образуется второй круг кровообращения. Заменяется сердце. Оно превращается в трехкамерное. Исчезает боковая линия. Кожа уже начинает участвовать в дыхании. И таким образом превращение происходит благодаря тому, что постепенно, постепенно находясь в водной среде, головастик был приспособлен более к водной среде. А уже лягушка приспособлена к среде сухопутной. То есть, благодаря тому, что она приобретает те свойства, которые у нее есть, то есть дыхание легочное, она может жить на суше. Итак, ребята, непрямое развитие насекомых. Мы с этим тоже очень хорошо знакомы. Здесь, например, данные все те примеры, какие у вас были в седьмом классе. Мы знаем, что непрямое развитие бывает полным и неполным. При полном развитии мы наблюдаем четыре стадии. Первая стадия – яйцо, затем личинка, куколка и взрослая насекомая и мага. Такое развитие мы наблюдаем у бабочек, пчел, жуков и комаров. Например, если мы говорим о бабочках, это чешуи крылы. И обратите внимание, я отметила все эти стадии цифрами. А вот когда мы говорим о неполном размножении, то есть развитии насекомых, то мы обращаем внимание, что третья стадия, стадия куколки, отсутствует. Здесь есть только яйцо, личинка, и затем личинка просто растет, увеличивается в размерах, и уже она похожа на взрослое насекомое, которое иногда мы называем словом имаго. Итак, сюда относятся тараканы, саранча, кузнечики, клопы, вши и стрекозы. Запомнили, ребята, бывает непрямое развитие насекомых, и оно бывает полным и неполным. Итак, ребята, повторите, пожалуйста, эту тему из курса седьмого класса. А что касается нашего девятого класса, пожалуйста, параграф 24 на странице 88, индивидуальное развитие организмов. И к этому параграфу есть достаточно много интересных заданий, потому что именно этот параграф полностью завершает главу. Пожалуйста, хорошенько подготовьтесь. До свидания. Всего вам доброго.